здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня хотела показать как я украшаю допустим некоторые вещи которые сшил делаю им фирменный обзор я хочу здесь написать допустим и ну это выжигаю я реальником этот мальчик который этот шапочку получит шапочка он это за габарма заказала как динозаврик такой шарфик и шапочка все вместе получается такой и здесь я сделала специально такую теплёную ткань мохнатую и она может он может и отлично сейчас зимой еще к нему кофточкой штанечки кофточку тоже ведь я сделал это или кожаными кнопочки сделать кожу на обработку шарфик такой воротничок как шарфик это получается худи называется у нас это у меня кофточка тоже я сюда нарисую дину картину зал это будет подарок я не подарок а вот заказ скорее всего подарок выключить а вам я кое-что интересное расскажу ну вот это покажу еще такая кофточка датчики я сделал тоже так же показал как и штанишки еще только из простой ткани я сделан из резинки все это из простой ткани я обрабатывала тоже сделал как на штанишках тоже также обработку сделала воротничок надмер написала вот так я делаю вещи допустим на заказ здесь это получается не настоящая она такая трапа чтоб ребенок не задушился видите она спокойно тянется вот это здесь пришита она получается проходит вот веревочка только так кармашек ну и тоже такая хорошая ткань называется масс-свит растягивается все стороны и такие динозавры к этим динозаврам я сделаю все штанишки такие же штанишки как мы делали с вашей сбивочкой только поменяла чуть-чуть выкройку сделала впереди такой манжетик сюда мне надо припиши куговички сейчас их найду как две карты кармашки но это вот эта резинка которая вам показывала на и здесь по кругу я пришила здесь тоже на размер подписать вот ножки тоже все еще об верлогом это специальная машинка у меня есть для этого чтобы он так шила аккуратно двойной ну вот это мой такой комплектик по заказу был вот так дорогие друзья хотела показать насчет машинки как вы ее настраиваете и как вы должны за своей машинкой ухаживать очень важно что мы всегда почти каждую неделю если я регулярно работаю на ней или или вы работаете раз и потом всегда после работы всегда убирайте свою машинку это нас приучали уже сразу при работе при учении тогда нашу и каждый раз за своей машинкой проверять и наблюдать в основном я это все пылесошу все здесь ниточки убираются все пылесосится потом все открываю все проверяю вот самое главное ввести сколько здесь мусора собирается после шитья да допустим рукой делал меня специально тряпочкой для этого где-то лежит ну вот так же здесь открываете вот это самое важное да вот это самое важное здесь когда вы щете после расшили смотреть сколько остается здесь всякого волоса после шитья и вы должны это всегда прочистить не то у вас собьется машинкой машинка сломается просто если конечно у вас хорошая машинка вот качестве должны и и за ней конечно следить вот собирается столько много можно просто очистить и выкинуть теперь у вас и у меня допустим горизонтальная шпулька такая да и шпульку убирайте и прочистите тоже вот такой кисточкой вид смотрите сколько вываливается из этой шпульки после работы у меня на этот чищу вот я допустим каждую неделю так как у меня машинка каждый день работает вам посоветую после того как у машины всегда это делать я основном делаю после того как я одну вещь закончу это чищу так чтобы новые нитки забывали так вот эта шпулька мне нужно не забывать что здесь вверху он смотреть тоже забивается сюда смотрите сколько добилась уже тоже это все надо подчищать вот это очень многие забываешь что здесь это все тоже надо делать здесь вот возле где иголка туда-сюда двигается тоже забивается очень много пыли но это не пыль это а ткани остатки получатся тканями это все убирается иногда можно но это я сейчас покажу открывать это смотрите все это уже давно кстати не открывала вам покажу и здесь тоже можно хорошенько прочистить или пройтись вот именно пройтись смотрите что творится на пройтись пылесосом я всегда тоже очень часто прохожу здесь пылесосом сейчас я конечно это не буду делать перед шокромка не было сколько после шпульки собирается волосы сейчас вот восемь штанов шила смотрите что творится на здесь получается вот этот транспортер если вы не будете убирать то у вас машинка она просто или снимается со временем или просто она не будет качественно шить это очень-очень важно это делать тоже еще можно упадет сейчас мы это делали вот именно каждый день после работы своей школе где мы учились каждый раз после работы это делали после вы допустим я думаю дело вот именно после как закончится у меня какой-то проект я всегда ее проверяю делаю теперь это очень-очень старая машинку меня уже я покупала тогда когда я это очень качественная машинка вы дорогая была мы ее покупали мои родители не помогали тряпочку протираю вы можете конечно лучше не сырой а вот пылевая тряпочка протереть нашу подпили было вот качественная машинка дорогая была и и она конечно мне долго служит если ее вот именно всегда вот чинить ну и чинить так вверху я протерла тоже самое главное и тоже смотрите где сейчас уже все это двигается теперь я вам показываю еще одну вещь конечно все плату протереть надо все со всех сторон если это не снимается так защелками то и где-то есть шурупчики можно открутить до теперь важно всегда в основном возле машинки даются масло с собой это специально машинное масло никакое густое масло туда нельзя заливать вот именно в основном с машинка приходит такой маленький тюбик с маслом тоже масло у меня уже больше десяти лет наверное пол масла совсем маленькую капелёшку даете туда в этот задний шарнирчик маленький шарнир там двигатель двигает вот это все транспорта да и также даете маленькую совсем маленькую капелёшку вот ваших где шпулька лежит да тут есть такое специально такая и уйом и ну такое место где можно который накрутиться на чуть-чуть туда помазать не наливать прям маслом а чуть-чуть помазать это хватает на сегодня тоже она совсем мягче все идет здесь также я на вот этот шарничек поверну чуть-чуть чтобы двигаться также здесь всегда вот эта иголка туда-сюда двигается я ее тоже сверху помажу этим что-то нашла да и это опять вверх подниму чтоб она там промазала все она вот именно от движения она все двигается и вот эти амортизаторы могут конечно с высохнуть со временем поэтому чуть-чуть маслиц под маслик подвигать туда-сюда же масло просто прошло где-то все шарничек которыми залазить в эту машинку вообще не нужно вот хватает только сверху здесь чуть помазать везде не бойтесь она вам ткань потом не испортит так как вы если вы на конечно не заливаете да просто все это закрываете опять это масло но совсем жидкая и она вот именно хорошо распространяется не не думайте никаким другим маслом мазать ему так вот это специально для машинки да если нету посмотрите в магазинах и машинки продают там сто процентов масла дадут специально сейчас все эти литки вытащу к сароне уже грязно сейчас можно убрать потом ниточки а теперь теперь можно это все назад поставить больше ничего не надо делать а здесь я хотел тоже когда идет транспортер который помогает вам ткань двигать можно еще сюда замазать чуть-чуть двигался слегка но теперь она сейчас вот то что я масло дело масло 1 сможет вместе и каждый раз это поливая маслом со временем я уже давно не поднимала 1 месяц надо поднимать и самое главное что я делаю маслом когда долго работаю вот этот транспортере здесь вверху вот это то что я сейчас делала это до вас показала но это дело где-то раз в месяц вот теперь машинка она спокойно идет так как очень вам надо знать по разным машинкам разно вставляются шпуль разно становятся шпульки я вот у меня она гарнизонтально я думаю что те которые вот так вкладываются они должны тоже в такую базу против часовой стрелки крутится вот так у вас там конечно в описании вашей машинке тоже есть теперь важно очень слушать машинку да это очень-очень важно что слышать как она работает до заставлю как достать иголку вы знаете нитку снизу вот она двигается теперь просто вниз воткнуть вытащить я вытаскивается ниточка сверху вот получается здесь ниточки просто вставляете сзади здесь открываете все это числе готова ведь уже старапана у меня хорошенько машинка потому что работает каждый день теперь я возьму мой образец я показывал и попытаюсь сейчас я просто прошить прошить и когда я шью просто да когда я шью слышно как машинка счет если она метальные звуки создает то значит что-то не в порядке значит настроены неправильно или она вот именно давно уже не не было с маслом обработал сейчас вот если слышите она такая очень солидно да вот так она должна и сшить она должна мягко сшить и втыкаться мягко тоже меняйте часто вот эту иглу потому что это игла тоже затупается и она у нее здесь есть вот у меня уже гла тупая уже чувствую это и она тоже будет создавать вам проблемы иногда даже ткань рвать еще это солидно как надо ну вот следите за своей машинка машинка это такая отличная штука часто меня спрашивают ого что там надо сделать для машинки машинка каждого индивидуальная и надо конечно за ней уход и знать как с ней работать поэтому надо разбираться машинки смотреть чтобы она была всегда с маслом починена и все будет тогда в порядке у вас ну приятного шитья и Продолжение следует...